Полесский Вьюн. Так, фестиваль назван не случайно. Вьюн – полесская рыба, которая сегодня находится на грани исчезновения. Именно к этому факту хотели привлечь внимание организаторы форума. Главная цель – поставить вопрос бережного отношения к природе, возможность весело использовать провести время. Мы должны сегодня на этом празднике показать людям ту историю, которая должна помниться нашими поколениями. Должны понимать, что без прошлого не будет будущего. Мы должны также людям показать, что мы умеем не только работать, но умеем хорошо отдыхать. У нас у белорусов есть своя культура, есть свои традиции, а также есть определенные вопросы, связанные с сохраной окружающей среды. Это исчезновение определенных видов животных и растений. Или, допустим, о необходимости правильного обращения с отходами. Одна из интересных самобытных частей фестиваля – битва на черпаках. Десять команд из Пинска и Пинского района соревновались в мастерстве приготовления клетцок. Каждая подворья имела свои особенности приготовления и хитрости, чтобы сделать блюдо из картофеля по-особенному вкусным. Это народные рецепты, которые принесли наши бабушки, дедушки. Традиционные рецепты. Самые наилучшие рецепты, которые есть только в наших людях. Дизайн подворья был разноплановым. Именно такие самобытные уголки составляют белорусское полесье. Но каждый из них – неповторимый, особенный, уникальный. А еще на фестивале открыли амбулаторию Клёцкина. Ее создатели – Пинская центральная поликлиника. Перед жюри разыграли целое сказочное представление. В танцах закружился сам главный врач в новом для себя амплуа. Клёцкин – лучший доктор здешний. Для царя он друг сердешный. Эмоции переполняют, потому что количество камер, направленных на наше подворье, зашкалено. Спасибо огромное всем участникам, коллективу, потому что это в основном руководители учреждений здравоохранения, районных, городских, которые просто на своем драйве, по сути дела, создали этот праздник. Мы впервые участвуем в этом мероприятии как команда, поэтому получили удовольствие как сами, так, надеюсь, доставили его и зрителей. С самого утра над праздничной площадкой «Виталий Аромат» и «Маня» любителей национальных блюд. Все говорило о том, что выбор победителя будет непростым. И всем говорю большое спасибо, потому что все трудовые коллективы очень постарались. Вот я вижу такое большое, огромное желание людей здесь участвовать, огромное желание представить свой коллектив, показать свой коллектив, показать традиции нашего белорусского народа. Участники фестиваля – творческие коллективы, мастера народных промыслов, ремесленники Пинщины. Хватало развлечений и для молодежи. Принимаем участие в дюйме ежегодно, молодежь собирается, молодежь знакомится. В принципе, те, кто готовы, собираются в небольшие группы, общаемся. А еще было в избытке песен, на любой вкус и говор. Полесье пела и гуляла во всю широту своей души. У нас в России этот год семьи, и я именно поэтому перевожу сюда своих детей, чтобы они знали традиции, которые передаются из поколения в поколение. И где как ни здесь, можно все это увидеть, потрогать, попробовать. Я живу в Минске. Да. Здесь же на фестиваль я приехал уже второй раз. Первый раз попал случайно, очень понравилось. Возьмите, организована, очень интересно. Прекрасный день, замечательная погода, мировое небо над дамой, эмоции переполняют. Рыбу наловили. За 5 тысяч рублей, а половину оттали обратно. А в итоге главные призы достались тройке лидеров. Командам Пинской центральной поликлиники, Пинского мясокомбината и ОАО «Парахонская». Символичным стал момент форума, когда в местный водоем выпустили вьюнов. До этого они находились в аквариуме, чтобы каждый мог поближе рассмотреть полесьскую рыбу. Полесьский вьюн напоминал большой семейный праздник, а деревня Городище на один день стала фестивальной.